Друзья, вот видите, как переезжают. Несмотря на то, что въезд автомобилем обычным запрещен во дворы, вот такая спецтехника может проехать. И вот так вот через окна корейцы переезжают. Еще у нас вчера был помоечный день. Видите, стоят коробки, так как мы их копили две недели. У нас на балкон вообще было не зайти, так как были праздники. В прошлое воскресенье был выходной день, были праздники. И мусор нельзя было выбрасывать, поэтому нам пришлось две недели копить. И видите, сколько люди накопили просто горы, горы мусора. Вот вчера мы их все вынесли, сейчас машины приедут и все это увезут. Мы с вами идем в школу к Софии. София учится в средней школе. Средняя школа это с шестого... Ой, подождите. Младшая школа с первого по шестой класс. А значит, средняя с седьмого по седьмой, восьмой, девятый. Три года по девятый класс. Дальше идет старшая школа. Так вот, София учится в средней школе. И тут такой мини детский садик, который находится на первых этажах жилых домов. Вот они выводят деток погулять. Видите, у нас еще лето-лето. Все зеленое, трава зеленая, деревья зеленые. Сегодня первое, да, сегодня первое октября. Октября уже, ничего себе. Скоро у Ангелинки день рождения. Так вот, значит, в корейских школах, оказывается, есть такая практика. Я не знаю, почему меня до сих пор это как бы не касалось. Каждый день по два родителя. В общем, там все классы участвуют. Я так понимаю, вся школа, в общем, все дети что-то мучатся. Все родители проходят через это. Но меня это не касалось. Я думаю, может, именно на мне заканчивался учебный год или еще что-то. Почему меня не тревожили? В этот раз меня решили потревожить. И вот сегодня мы идем с какой-то другой мамой. Это называется полис. Помоним полис. Родительский, так называемый, патруль. Мы идем патрулировать, инспектировать школу. Что там вообще творится. Чем там детей кормят. Как обстоят дела с их безопасностью. Образовательный процесс. В общем, все-все-все, что творится в школе, мы идем это патрулировать. Там нам выдадут какие-то, в общем, жилетки. Сейчас придем. Я первый раз. Я вообще не знаю, как это все выглядит. Но так только со слов мужа. Хотя он сам тоже не был, не знает. Поэтому никто ничего не знает. Мне немножко боязно. Немножко страшно. А справлюсь ли я? Что там вообще? Как это все выглядит? Вот по этой дороге Софья ходит в школу всегда. Можно пройти как по улицам, по тротуарам, так и вот так по ручью. По беговым дорожкам можно до школы дойти. И то, что это дорога, ведущая к школе и от школы, видно сразу. Дети вот так вот, видите, школьное молоко пьют и просто бросают мусор на дорогу. Это так вокруг всех школ. Не только наши, не только в наших школах дети такие отвязные. Вообще вокруг всех корейских школ, сколько бы я ни ходила, ни была, везде вот так валяется мусор. Какие-то напитки, молоко, мороженое, обертки. Так как они после школы заходят, берут всякое вот такое вот. И несмотря на то, что это дворники убирают каждый день, все равно вокруг школы всегда будет вот так много мусора. Я не знаю, у них есть предметы, их учат всему этому. Почему так? Не знаю. Тут у них разбит какой-то сад-огород. Цветочки выращивают. Видите? Друзья, так как в Корее запрещено снимать чужих детей, подробного репортажа, как хотелось бы, у меня не получилось, к сожалению. Чисто так, общая картина. Вот так выглядит комната, ожидания для родителей. Родители здесь находятся. Пока вот проходит все это. Там как бы по временам идет расписание. В такое-то время мы должны то-то сделать, то-то. А в свободное время мы вот здесь отдыхаем. Мы пришли в 10.40. И только в 11.10, то бишь полчаса, нам дается на переодевание, на знакомство, на что-то еще. И только в 11.10 мы пойдем уже инспектировать, работать пойдем. Вот так вот, в общем, выглядит эта комната. Вот здесь висят жилетки. Здесь нужно переодеваться. Здесь есть жилетки для работы на перекрестках. Я вам показывала, родители работают. И вот такие красные жилетки для полис, для инспекторов, для полисменов. Также здесь вот есть, видите, кофе, чай, кофе. Можно попить. Но это в Корее везде абсолютное условие. Везде должно быть чай, кофе. Где только есть стул, где только есть кресло или диванчик, обязательно должен быть чай, кофе. В какое бы учреждение, куда бы вы ни пришли. Обязательно салфетки, влажные, сухие. Как бы все для вашего комфорта. Сейчас перемена. Там такой голдеж стоит в корейских школах. Реально стоит голдеж. Причем вот сейчас у них шел урок у Софьиного класса. Урок китайского языка. И у них были открыты вот так все окна, двери. И там стоял такой ор. Просто они так бурно что-то обсуждали. Так кричали все. Что не поймешь, когда перемена, когда урок. Всегда вот такой вот голдеж какой-то. Непорядочек прям. Женщина, с которой я буду сегодня патрулировать. Она не захотела быть в объективе. Просила ее не снимать. Она принесла с собой вязание, чтобы в свободное время заняться своим хобби. Повязать что-то там вяжет. Она так обрадовалась, что я говорю по-корейски. И прям чуть ли не запрыгала от счастья. Очень эмоционально. Что я говорю по-корейски. Она переживала, как со мной разговаривать. Видно, она заранее знала, с кем она будет патрулировать. Я-то особо не знала. Даже мне-то все равно. Первое задание. Гулять по школьным коридорам. И следить за порядком. Гуляем. Вот так выглядят школьные коридоры. Я, по-моему, их снимала уже, когда у Софьи было поступление. Вот так это все выглядит. Это второй этаж школы. Класс компьютера. Компьютерный класс. Тут какая-то библиотека маленькая. Тут шкафчики с замочками. Какие-то балконы непонятные. Давайте прогуляемся. Школа очень огромная. Я вообще не знаю, в какую сторону идти. Тут стоят велосипеды. Какие-то одноколесные. Это, наверное, они просто учатся на них кататься. Это мы на первом этаже. Да, видите, школа, она какая-то. Вот такая. Не то треугольная, не то многоугольная. Видите, очень много у нее отвлетлений. Туда, туда. И если учесть, что здесь только три года учатся корейцы, то сколько же здесь должно быть детей, чтобы в такой огромной школе учиться. Тут кранчики стоят. Здесь видно столовая. Но сегодня, кстати, мы в столовую пойдем. Мамская полиция, как ее здесь называют, она должна еще и следить за качеством еды. То есть каждый день родители пробуют школьную еду и оценивают, так сказать, чтобы детей их не кормили чем попало. Дети, которые приезжают в школу на велосипедах, они здесь паркуются. На территорию школы. То есть заехать на машине нельзя. На обычной машине стоят вот такие ограничители. Но вообще какая-то спецтехника проехать может. Довольно широкие дороги. И вот здесь идут такие вот спортивные поля. Там питьевые фонтанчики стоят. Так выглядит спортивная школьная площадка. Это вот, я так понимаю, главный фасад школы. Вон написано название школы. Слышно. Видите, как громко дети в классах, как шумно проходит у них урок. Не как в России, когда все молчат, слушают учителя. Здесь идут бурные, очень бурные дискуссии. Они обсуждают что-то, о чем-то спорят. Каждый высказывает свою точку зрения. Вот эту школу я снимала уже. Софья из вот этой младшей школы перешла вот в эту старшую. То есть они все рядом, все в пешей доступности от дома находятся. Тут вот, когда проходят какие-то соревнования, вот здесь, в общем, сидят эти организаторы. Кто там они? А родители сидят вот так вот в виде ампитеатра сделаны. Ступени, лестницы. И вот под такими козырьками, укрытиями сидят родители, когда проходят какие-то состязания. Кстати, они будут через месяц ровно, 30 октября, будут проходить у Софьи такие же вот эти вот соревнования, как у Ангелины в садике, только это будут школьные уже. Должно быть намного интересней. Мы ходили, когда Софья училась там в первом, втором классе, в младшей школе. Мы ходили, посещали, и это было очень весело, очень здорово. Тут вот флажки. Флаг школы, флаг Кореи. Вот у школы есть такая подсветка, видите? Вечером школу подсвечивают. Симпатичненько. Ничего особенного, конечно, школа абсолютно-абсолютно стандартная. Несмотря на то, что в Корее строят какие-то новые школы в новых районах, все они абсолютно стандартно выглядят. Вот тут видите солнечные батареи, полностью фасад солнечных батарей. Ну, это сейчас везде применяют, где только не применяют. Друзья, посмотрите, какая здесь красота. Вообще, в Корее к облагораживанию территорий особый подход. Абсолютно у всех жилых домов или госучреждений обязательно должен быть уголок природы, тишины, покоя. Здесь принято созерцать. И этому даже учат с самого садика детишек. У них есть такой урок. Считается, что такая гармония с природой полезна для душевного здоровья. Подумайте сами, получил ученик двойку, вышел в сад. Да и черт с ней с двойкой, вон она какая жизнь прекрасная. Перемены в школах длинные, 10-минутные, и они позволяют детям выходить на улицу. Также обеденная перемена длится около часа, так что свободного времени в школе у детей достаточно. Откуда я вышла-то, друзья? Куда заходить-то, по-моему, отсюда? Здесь очень много входов и выходов, просто огромное какое-то количество. Вот видите, здесь, 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 здесь. То есть там, по-моему, я оттуда пришла, да? Вам так не кажется? Точно-точно велосипедом. Просто миллион какой-то выходов и входов в эту школу. Заблудиться здесь как два пальца об асфальт. В школе стоят вот такие объявления. По телефону можно связаться с полицией и сообщить о каком-то нарушении сразу, в ту же минуту. Также про вред сигарет, курение. Вот так выглядит столовая. Там вот сейчас обеда у мучителя. Снимать, как вы понимаете, неудобно мучить. Вот так выглядит обед у школьников. Мясо, суп с мясом с картошкой, кимчи, салат зеленый и рис. Супя, новый имсик. Масшет тако ист. Омага, 완전히... Два раза ехать. Масшет тако ист. Масшет тако ист. Токи. Омага. На разборках там, вторая мама. Пацаны тут на козырек залазили вон туда. На переменах включают кей-поп, чтобы детям веселее было на переменах отдыхать. Очень большая перемена, длится час. 50 минут перемена, прикиньте. Ну там, давай. 50 минут отдыхают здесь. Вот такой есть арт-класс у них. Здесь они занимаются всяким разным искусством. Дизайн, график. Поп-арт, бук-арт. В общем, все, что связано с искусством. Есть вот такой вот у них арт-класс. Также вон там танцевальные классы идут. На переменах дети вот так вот убирают. Сами кабинеты дежурные. Все как и в России, наверное. Детей нельзя снимать вообще, поэтому... На каждом этаже вот такие туалеты отдельные. Женские, мужские. Здесь вот очень много пустых кабинетов, так как детей не настолько много, насколько большая сама школа. Друзья, вот так вот закончился день мой патрульный. Нормально все прошло. Просто ходили по коридорам, следили за порядком, проверяли все двери, открыты или закрыты. Ходили по улице, по периметру. В общем, следили за порядком, как самый настоящий полицейский патруль. Ну, если честно, было скучно. Дети все такие порядочные, все кланяются. Никто не буянит. Хотя ведут себя все очень раскованно. Мяч гоняют по коридору, бесятся, шутят, играют. Но ничего такого плохого, в принципе, не делают. Сейчас мы вот с Софьей пойдем в больницу. У нее закружилась голова. И несмотря на то, что школьный день еще продолжается, мы сейчас идем в больницу с ней. Тут же вот школа, вот тут больница. Есть, она в эту больницу заходит всегда по пути. Домой, когда надо там прививки поставить или еще что-то. Из интересного, что было из интересного? Если честно, ничего интересного не было. Все как-то как обычно. Вообще непонятно, зачем как бы все это нужно. Ну, раз нужно. Благо, это либо раз в год происходит. Так как детей много, родителей много, то удается либо раз в год поучаствовать в таком, либо вообще ни разу. Я первый раз за столько лет, как бы, вот, выпала мне удача поучаствовать в таком мероприятии. Вот такие вот пирожочки. Всем пока!